Съемочную группу «Голубоглазая именинница» встречает с недоверием. Впрочем, уже спустя несколько минут Алиса осваивается в новой компании и даже строит глазки оператору. В октябре прошлого года на плановом приеме местный окулист обнаружил у девочки внутриглазное образование. Малышку с мамой срочно отправили в Краснодар, где врачи подтвердили страшный диагноз – рак сетчатки обоих глаз. Я не могла подумать, что такое может случиться. Я до последнего не верила, и когда мы в Краснодар приехали, мне даже показывали то, что у моего ребенка в глазу, я не верила. Ну это же мой ребенок, как может быть такое? Чтобы остановить рак и сохранить Алисе возможность видеть своими глазками, малютки назначили курс химиотерапии, но опухоль продолжала расти. Снова бессонные ночи, и вот, наконец, первый успех. Состояние девочки стабилизируется после лечения лазером и дорогостоящего укола в глаза. Вот только посещение специализированной клиники молодым родителям не по карману. Каждая поездка, а их от одной до трех в месяц, обходится семье почти в 300 тысяч рублей. На призыв о помощи откликнулись сотни неравнодушных жителей Кубани. Порядка полутора миллиона рублей уже передали на лечение Алисы. И благотворительный фонд «Край добра» продолжает сбор средств ради спасения жизни ребенка. Я долго не верила, что вот, возможно, видимо, старший человек, чем моя дочь, и уже как-то меньше в сказки веришь. Ну, сказка случилась, наверное, так. Сейчас состояние ребенка стабилизировалось. Роковая опухоль перестала расти и размножаться. А главное, Алиса видит мир вокруг своими глазами. Но ей по-прежнему требуется ваша помощь. Лечение может затянуться на месяцы, а то и годы. Ведь если пропустить хотя бы один курс, опухоль может снова начать расти.